Приготовьтесь к шоку! Только 43% вашего тела – это действительно вы. Всё остальное приходится на ваших дружелюбных соседей – микроскопических существ, которые помогают телу правильно функционировать. В основном они живут в кишечнике, но их также можно найти и в других частях тела, они его не покидают. Несмотря на то, что ваших собственных клеток в организме меньше, чем микробных, их всё равно около 100 триллионов. Если взять все микробы, живущие в вашем теле, и посчитать их гены, число будет варьироваться от 2 миллионов до 20 миллионов генов и их комбинаций. У томата больше генов, чем у человека, если считать только те клетки, которые действительно наши. Но не расстраивайтесь, важно не количество генов, а сложность их соединений. На самом деле наш мозг довольно большой, почти как наволочка. Он помещается в относительно маленькую голову, потому что сморщен. Если бы вы могли его разгладить, то убедились бы, насколько вы мозговитый. С возрастом мозг постепенно уменьшается в размерах. В 75 размер мозга значительно меньше, чем в 30. Сжиматься он начинает после 40 лет. Этот процесс неизбежен, но никак не влияет на силу духа. Объем кратковременной памяти нашего мозга составляет всего 7 бит. И не пытайтесь сравнить свой мозг с телефоном, даже с тем, который был у вас в 2005 году. Один байт содержит в себе 8 бит, поэтому вам сложно запомнить даже номер телефона. Наша кратковременная память подобна школьной доске. Вы получаете информацию, но рано или поздно место для ее записи заканчивается. Кратковременная память очень важна для любого типа повседневной деятельности, включая базовые диалоги, ориентирование в городе и даже повторение движений из видео с тренировкой. Наши самые яркие и эмоциональные воспоминания зачастую фальшивые. Так работают клетки центральной памяти. Они позволяют нам верить, что все, что мы помним, реально. Однако уверенными мы можем быть далеко не во всей информации. Ваши кости с возрастом становятся более хрупкими, а позвоночник сжимается. Именно поэтому пожилые люди становятся ниже ростом. А еще по утрам вы немного выше, чем по вечерам, так как во сне ваш позвоночник отдыхает. Это временный эффект. Но вот тот, что приходит с возрастом, к сожалению, необратим. Продолжительность нашей жизни запрограммирована внутри наших клеток. Они непрерывно обновляются и делятся, но у них есть некий внутренний таймер, который рано или поздно останавливается. Кстати, некоторые клетки прекращают восстанавливаться раньше, чем другие. В среднем клетки перестают делиться, когда мы достигаем столетнего возраста. Если бы мы заставили клетки выключить таймер, то, пожалуй, могли бы жить вечно. Человек – единственное млекопитающее, способное постоянно передвигаться на двух задних конечностях, удерживая вертикальное положение тела. Вы можете возразить, ведь кенгуру и гориллы передвигаются точно так же. Но кенгуру используют хвост в качестве третьей ноги, а гориллы удерживают равновесие благодаря своим длинным рукам. Телесный жир – не балласт. Он служит утеплителем, источником энергии и амортизатором. Большая часть жира скапливается в области талии, так как именно здесь находятся внутренние органы. В случае с неприятностью этот слой жира сможет защитить жизненно важные органы от необратимого ущерба. Ваши кости тоже участвуют в метаболизме. По большей части они состоят из кальция. И когда в вашей крови недостаточно этого элемента, кости выделяют кальций в кровь, сохраняя баланс в организме. И наоборот, когда кальций в крови зашкаливает, он выделяется в кости, где хранится для последующего использования. Ваш череп состоит из 28 костей разного типа. Многие из них объединены для лучшей защиты вашего мозга. Нижняя челюсть – это единственная кость, которая крепится к черепу только с помощью соединительных тканей и мышц. А самая маленькая кость организма – стремечка – находится в вашем ухе. Она не больше рисового зернышка. Одна из самых сильных мышц в вашем теле находится не в руках или ногах, а в голове. Жевательная мышца отвечает за процесс пережевывания пищи и просто обязана быть самой сильной, чтобы вы могли нормально питаться. А знаете, какие мышцы позволяют вам двигать ушами? Височные, что расположены над висками. Они также участвуют в процессе пережевывания пищи. А еще у нас есть две очень быстрые мышцы. Они контролируют моргание. По сути, это самые быстрые мышцы в нашем организме. Глаза весьма уязвимы, им необходима защита. Поэтому, когда срабатывает рефлекс, эти мышцы закрывают глаза менее чем за десятую долю секунды. Долгое время считалось, что человек способен различать более 10 тысяч запахов. Согласно недавним исследованиям, люди могут различать более триллиона запахов. Кроме того, мы помним запахи лучше, чем что-либо еще. Они даже могут пробудить воспоминания давно ушедших дней. Мы распознаем только фиолетово-синие, желто-зеленое и красно-желтые цвета. Все остальные лишь их сочетания. Невозможно сосчитать, сколько таких комбинаций видит глаз человека, потому что зрение каждого из нас немного отличается. В среднем число комбинаций составляет около миллиона. Благодаря носу и обонянию мы ощущаем около 80% вкуса любой пищи. Если вы зажмете нос во время еды, вы практически не почувствуете вкуса. Шоколадка у вас во рту или копченая рыба, вы не ощутите разницы. Во сне обоняние выключается. Ваш мозг не фиксирует никаких запахов, поэтому если вы уснете, а дома что-то начнет источать вонь, вы этого не заметите. Шарик, плохой мальчик. Ваш нос не только позволяет вам дышать и улавливать запахи, он также фильтрует воздух, попадающий в горло и легкие. Когда мы вдыхаем воздух, нос его увлажняет, охлаждает или нагревает по мере необходимости, а еще очищает от грязи. Иногда мы случайно глотаем мелкие объекты, такие как пластик, стекло или монетки. Чтобы пройти через пищеварительный тракт, им нужно 48 часов. В мире есть человек, который умудрился съесть целый самолет. Это заняло годы, но все же шаг за шагом он завершил свою металлическую трапезу без каких-либо проблем. Когда его спросили, останется ли самолет в нем навсегда, парень ответил, нет, он просто мимо пролетал. Шутка. Кстати, о еде. Чувство сонливости после плотного обеда или ужина обусловлено основными инстинктами организма. Ваш мозг думает и вполне обоснованно, что когда вы едите, вы в безопасности. А раз вы в безопасности, то почему бы не отдохнуть перед тем, как возвращаться в мир полный угроз? У каждого человека свой уникальный запах, который невозможно спутать ни с чем другим. Хотя, если у вас есть брат-близнец, вы будете пахнуть одинаково. Наш мозг считает, что дарить подарки лучше, чем получать. Люди – социальные существа, поэтому, делая что-то хорошее для других, мы сами чувствуем себя хорошо. Мозг награждает нас за такое поведение дозой окситоцина – гормона счастья. Наши глаза – мощное устройство. Гораздо мощнее любой камеры, изобретенной до сих пор. И все же они, к сожалению, не видят свечения, исходящие от нашего тела. Да, мы биолюминесцентные, подобно созданиям из морских глубин. Единственная разница в том, что наше свечение настолько слабое, что его может уловить только специальное оборудование с высокой чувствительностью. Упс, время вышло, мне пора.